Хочу устроиться на работу, но муж не разрешает. Женщина, когда дома сидит, есть тяжелые, 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 нервозность, усталость и так далее, разногласия, отношения. А потом сами мужья говорят, давай, иди работай. Относительно моей ситуации, мне 32 года, я не был женат. Вокруг нее очень много мужчин, которые испытывают к ней интерес. Она красивая, эффектная девушка. Я устал всех разгонять. Дорогой твой. Много успешных мужчин попадает в такой ситуации. Я любил одну девушку в школьном роде, безумно любил. Страдал очень сильно. Спустя 25 лет я встретил ее. Когда он уезжает в другой город по делам, ведет себя как холостой человек. Что мне делать? Вы часто говорите, что если несколько раз просишь прощения у своей жени и девушки, то у них не будет такого уважения, как было. Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели. Спасибо, что смотрит рубрика «Вопросы до Влатова». Сейчас по рубрике «Смене отношений», то есть «Тайна счастливых отношений». Я хочу ответить на несколько вопросов, которые к нам пришли касательно «Смене отношений». Дорогие друзья, пожалуйста, всегда, если вы видите что-то полезное в нашем видео, ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям, кому вы пожелаете счастливой смене жизни. Хочу ответить на несколько вопросов, которые к нам пришли в рубрику. Здравствуйте, меня зовут Индира, мне 21 год, я замужем, детей пока нет. Училась на фармацевте, закончила в этом году. Хочу устроиться на работу, но муж не разрешает. Я хочу заниматься блогерством, люблю фотографироваться, заниматься инстаграмом, но муж говорит, что если родные увидят, мои друзья увидят, что посоветуете. Я очень хочу зарабатывать. Дорогая моя Индира, вы можете просто заниматься блогерством или влогерством, как вы любите, если вы любите блогерство по инстаграме и так далее, делайте это. Но только есть разные возможности. Можно показать свое лицо, стать блогером или влогером. Можно просто вести блог, но не показывая свое лицо. Можно написать просто красивые тексты, хорошие, нужные вещи и так далее, со смыслом и так далее, и вести блог. И можете вы стать блогером. Продолжайте это дело, это нормальное явление. Даже если муж неудобно себя чувствует, что как будто кто-то видит, знакомит, друзей, а что в этом плохого вообще-то. Но если ваш муж так относится, лучше не задавайте его чувство достоинства. Пока нужно время, чтобы он изменили свое мнение. Поэтому вы вначале можете вести блог, но без своего лица. То есть человек не видит вас, но он ваши мысли читает, ваши, можно сказать, тексты читает, ваш контент должен быть очень богатым, чтобы заинтересовать человека. Поэтому нужно время, со временем у вас все это получится. Вот увидите, начните делать, время покажет, у вас это все получится. Так что не останавливайтесь, делайте. А то, что касается того, что муж не разрешает работать, нужно для этого тоже время. Я знаю очень много мужчин, которые вначале не разрешали своих жен работать. Но со временем, женщина, когда дома сидит, есть тяжелее, 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 нервозность и усталость и так далее, разногласия, отношения. А потом сами мужи говорят, давай иди работай, нужно время. Надеюсь, что вы до этого не дойдете с мужем, поэтому начните вести вот этот свой блог. Это вам очень хорошо поможет. Со временем, даже прочитая ваш контент, даже ваши мужа начинают больше и больше уважать и восхищаться вами. А потом со временем, когда он видит, что в этом есть какие-то смыслы, польза и так далее, а потом, если захочет, он скажет вам, что давай, свое лицо можешь показать и так далее. Тогда покажете, если нет, то нет. Ну и продолжайте вести, не останавливайтесь, потому что, когда человек отказывает себе из того, что Богом дано талант, он внутри себя постоянно, вот знаете, вот постоянно давит, давит, давит на себя. Это ничего хорошего нет. Внутри появляется комплексная полноценность и скованность. На самом деле надо продолжать делать. Добрый день, наставник. Буду очень благодарен, если поделитесь своими мнениями относительно моей ситуации. Мне 32 года, я не был женат. То есть всегда был вокруг много женщин, всегда был интересен им. Год назад познакомился с девушкой и влюбился в нее. Что для меня первый раз в жизни. И она очень любит меня, и все хорошо. Я счастлив и благодарен судьбе за то, что могу переживать то чувство, о котором пишут песни и стихи. Но она уже 2 года в разводе. У нее двое детей. 7 и 8 лет. Бывший муж, который еще никак не отпускает, называет ее, судится относительно детей. Кредит 1,5 миллиона. То есть как бы он оставил квартиру ей и потребовал половины суммы. Она всю зарплату отдает банку. Вокруг нее очень много мужчин, которые испытывают к ней интерес. Она красивая, эффектная девушка. И я устал всех разгонять. Дорогой Тимон. Родители мои не понимают меня. То есть как у меня есть все. И я не был женат. И выбор девушек очень большой. Зачем она мне, они говорят, родители. Я не знаю, как быть. Понимаю, что я хочу своих детей. И родителей расстраивать не хочу. И люблю ее. Но не знаю, как быть. Заранее благодарю аноним. Дорогой мой, я понимаю твою ситуацию. С одной стороны, родители. Неохота их разочаровать и так далее. С другой стороны, у тебя есть и состательный парень. Красивый парень. Вокруг тебя много хороших девушек. Вариантов очень море. А с третьей стороны, ты ее любишь. В такой ситуации, обычно в такой ситуации, много успешных мужчин попадает в такой ситуации. Большинство хороших мужчин попадает в такой ситуации. Я могу приблизительно сказать тебе кое-что. Кем ты хочешь стать в жизни? Тебе надо делать выбор. Если ты хочешь стать успешным, иди за свои цели. Возможно, ты встретишь еще лучшую девушку. Иди за свои жизненные цели. Возможно, если женишься на ней, возможно, она станет источником вдохновения для тебя. И ты до этого дойдешь, потому что ты ее любишь. А возможно, и нет. Возможно, она станет самым большой преградой для тебя. Она сильно мог тебя отвлекать. Я любил одну девушку в школьные годы. Безумно любил. Страдал очень сильно. Я очень долгие годы страдал от любви к ней. Я действительно по-настоящему любил. Но по разным причинам я не женился на ней. Так сложилась ситуация в жизни, что я не получил жениться на ней. Я женился на другую. Спустя 25 лет я встретил ее. И я тогда понял, почему Господь так создал, так сделал. Потому что если я женился бы на ней, скорее всего, она мне сильно помешала. Скорее всего, я не стал бы, кто я есть. Поэтому тебе надо выбирать. Если ты ее любишь, ты можешь жениться на ней. Но она может и занимать тебе всю твою энергию, всю твою фокус. И ты же сам говоришь, что она яркая, эффектная. Вокруг нее куча парней. И ты успели уже разгонять. То есть устало уже разгонять. И ты всю оставшую жизнь будешь этим заниматься. Ты понимаешь? Но любовь того стоит. Я это знаю. Любовь очень сильная штука. Но тебе надо делать выбор. Если ты хочешь стать успешным в жизни, полюби ее, отпускай. И ты встретишь лучшую девушку. Поверь моим словам. Встретишь лучшую. Все будет у тебя нормально. Но если ты готов внести ответственность, если ты мудрый парень, и ты уверен, что она тебя не будет отвлекать, ты не даешь ее шанс тебя отвлекать в жизни. Потому что бывает такое. Тогда ради Бога женись на нее. Но перед этим не забывай быть реализованным мужчином. Чтобы потом не сожалеть, спустя 10-20 лет. Чтобы ты не сожалел. Поверь моим словам. Еще успеешь полюбить. Поверь это так. Не обижайся на меня. Я знаю, что может быть и не это хотел слышать. Но лекарство, оно иногда горькое. Лекарство, но оно полезное. Не все то, что нам нравится, является полезным. Если ты готов, еще раз повторю, ей посвятить всю свою жизнь, тогда ради Бога. Займись этим. Привет, наставник. Как ваши дела? Мой муж очень замкнутый человек. Когда он уезжает в другой город по делам, ведет себя как холостой человек. Мало разговаривает, иногда мало звонит. Или вообще. Но он изменился после нашей свадьбы. Что мне делать? Дорогая моя, я тоже иногда, от того, что очень сильно заняты, иногда каждый день не звоню жену. Но это же не означает, что я не думаю о ней. И так далее. Мужчины не такие. Не сделай так, от этого проблема. Если он не звонит, ты пиши. Ты напиши. Даже если он в неделю один раз тебе звонит, не обижайся на него. Дай ему свободно себя вести. Он никуда не денется. Он вернется. Если ты огонь, он вернется, как бетелек, который вокруг свечи крутится. Если ты огонь, внутри у тебя глаза горят, и ты можешь дарить счастье, он возвращается. Не переживай, не беспокойся. И не упрекай мужчину за то, что, почему вы не звоните, потому что это, ты начинаешь влиять на его чувство свободы. Поэтому ты просто иногда пиши. Мы ждем вас. Иногда отправляй фотографии от детей. Ты знаешь, моя жена иногда что делала, когда вот такой был, как то, что ты написала. Она иногда просто что-то, стихи ребенок читает, она записывает на телефон, закидывает меня. Или что-то нибудь такое. Мы уже готовы вас ждать. Или что-то такое. То есть, иногда, или дочка, или сын, что-то пишет, что-то говорит, что такое. Потом я не мог дальше сидеть, на работу, или продолжать свою работу. И оставили все, и уходил домой. Если иногда по вечерам поздно, или иногда, если далеко были, и так далее, если породине не звонили, и так далее. Просто иногда отправляй, не жди. Научись отдавать без ожидания. Вот настоящая любовь. Просто отдаем без ожидания. Сократ говорит, что самая большая победа, это умение победить свои негативные мысли. Эй, внимание обратите. Самая большая победа, это научиться победить свои негативные мысли. Потому что они всегда рушат нас внутри. Стараться, думать лучше, не обижаться. И противоположный пол, и наша супруга, и наше окружение, это чувствуют. Потом они начинают соответствовать то, что мы думаем. Поверьте так. Второй важный мысль, который хочу вам сказать. Вы никогда не ошибаетесь, если вы научитесь видеть в других того человека, кем он не может стать. И продолжайте их так воспринимать. По отношению к вам, он станет именно таким. По отношению к другому, может быть, он будет другой, но по отношению к вам, он станет таким. Продолжайте так думать. Смотрите на него в самой лучшей. И будьте многоблагодарны женщине. Будьте благодарны, а все остальное на свои места. Следующий вопрос. Аноним. Асалом Игна Сальнура Раджабович, надеюсь, вы ответите на мой вопрос. Вы часто говорите, что если несколько раз просишь прощения у своей жени и девушки, то у них не будет такого уважения, как было. А что если по незнанию, все-таки и сожалению, так случилось? Как восстановить былое уважение? Как вернуть? К тем временам, когда она тебя уважала, восхищалась или любила. На самом деле, мужчинам так больно. И задевает, если самая близкая после мамы женщина так принадлежительно к ним относится. Как поступить в данной ситуации? Заранее спасибо. Желаю вам успехов. Спасибо, дорогой. Вам надо поднимать в себе уверенность. И не думать о том, что она уважает или нет. Просто поднимите уровень свою уверенность на нужном уровне. Как? Начните каждый день вести тетрадь успеха и каждый вечер писать в этом тетради хотя бы более пяти вещей, что вы сегодня сделали. То, что приближает вас к вашей цели, то, что приближает вас к вашему успеху. Каждый вечер сделайте этого. Со временем у вас накапливаются, накапливаются мелькие-мелькие результаты. Маленькими шагами вы приближаетесь к больше и больше успеха и вы начинаете видеть, что чем больше вы станете уверенными, тем больше она начинает уважать вас. Вторая важная вещь. Начните просто каждый день что-то сделать для нее без ожиданий. Просто что-то делать для нее. Не говорите. Для нее пусть будет это сюрпризом. Не говорите. Просто сделайте, что может быть один хороший комплимент или одну букет цветы. Может быть, что-то ценности. Просто продолжайте делать. И вы этим выражаете себя как мужчина и вы раскрываете свое мужское достоинство как отец, как муж и так далее. И даже без ожиданий делайте. Вы даже не представляете, как это пойдет вам на благо. Третья вещь. Хотя бы составьте в своем графике определенное время, которое вместе с ней что-то делает. счастье. Вы знаете, вот жизнь мы же не запоминаем годами, днями. Мы его запоминаем с счастливыми минутами либо тяжелыми минутами. А счастливый человек тот, который вводит с счастливой минуты побольше его жизни. Просто сядьте и думайте. Накопите побольше с счастливой минуты. Вот и все. У вас все будет на нужном уровне. Накопите побольше с счастливой минуты. Это значит, что совместно попробуйте с ней вместе что-то делать. Вместе сходить в магазин, вместе сходить там на закуп, вместе отвезти ребенка, вместе путешествовать, вместе делать ремонт, вместе сажать дерево, вместе какую-то картинку обсуждать, вместе какую-то книгу обсуждать. Найдите какую-то тему, которая ей интересна, разговаривайте об этом. И вы через некоторое время начнете видеть, что потихонечку, потихонечку она начинает вернуться к тому руслу, которое было уважать и восхищать вами. Сейчас в дальний момент скорее всего у нее мир другой и ваш мир другой. Но никогда женщину замечания не делайте, не приходите, не упрекайте ей, не говорите о том, что почему ты не такая, почему не такой, почему того и так далее. Нет. Сделите ее с счастливой, а все остальное она делит для вас. Просто работа. Сделите так, чтобы почувствовала наше свое счастье, а все остальное она делит для вас. Дорогие друзья, если вы что-то полезное получаете в наших рубриках, пожалуйста, поделите наши рубрики своим знакомым, друзьям и так далее. Рассказывайте об этом всем своим знакомым. Посмотрите, пожалуйста, налево-направо. И у вас есть другие ролики, которые касательно взаимоотношений. Пройдите, посмотрите. напишите по почте нам вопросы, с радостью буду отвечать. Вашим услугам бизнес-наставник из Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова